Приветики всем ребята, ну и сегодня у нас как всегда реакция, но необычная, поверьте, таких реакций вы еще у меня на канале не видели. Сегодня я буду делать реакцию на Настю Мирную, но не обычную Настю Мирную, а с тиктока, которая снимает свое лицо, ну короче, сейчас вы разберетесь. Ну и давайте я не буду тянуть и уже буду начинать делать свою реакцию. Да где эта сраная косметичка? Ёбарсито, не пожру, не посру, зато уродкой не буду. Ну и на этом моменте мы видим, как наша офница Настя Цян, ой, какая Цян, Настя Мирная рисует себе макияж каждое утро, но вы же понимаете, если бы она была нормальной, адекватной, я бы ее в свое видео не взяла, поэтому, ну, смотрим дальше. Легенький макияж сегодня сделаю. А, выходи через минуту, зашибись. Полин, да не сдохла я, у меня вторая стрелка не получается. Ой-ой-ой, жалко Полинку, как я поняла, Полина это ее как бы лучшая подруга, потому что эта Полина есть буквально в каждом ее видео, поэтому будем считать Полину как ее лучшую подругу. Да и вообще, Настя Мирная, ты не могла раньше встать нарисовать эти стрелки, ну блин, а твоя Полиночка будет в школе скучать за тобой, кстати, я тоже не понимаю, как у людей с первого раза получается две одинаковых стрелки. Ай, да как вы их рисуете? Алин, скажи в училке, что я бабушку через дорогу перевожу. Вот это вот отмазка, конечно, немного неправдоподобная, ну и ладно, интересно, эта Настя Мирная хотя бы один день может прийти без своих стрелок, без своих бровей и так далее. Но мне кажется, это ее, так скажем, обязательный обряд, поэтому без этого просто никак. А контургуб вообще выходить не буду. Все свое, все натуральное. Ребята, вы просто не представляете, как вот этот вот момент описывает одну девочку, которая училась в моей школе, она уже не учится, короче. Это просто один в один, кстати, ее тоже звали Настя. Пишите в комментариях, были ли у вас такие знакомые, одноклассники вообще, ну и так далее. Слышь, Полина, это Курва с какими тенями сегодня? С розовыми. С розовыми она тенями. Ё-моё, ребята, ну что я могу сказать? Это подло, но это как бы сделано в развлекательных целях, поэтому, ну, вы такого точно не сделаете в реальной жизни, но тут можно посмеяться, честно. Иду и скажу ей, заколебала меня копировать, Курва, перед тобой оригинал. Ну вот, другое дело. Ё-пара-си-пай. В конце был момент, когда она поняла, что прогуляла уже три урока. Не, ну вот честно. Мне эта девочка понравилась сама по себе, то ее контент, в принципе, очень классный. А вы тоже пишите в комментариях, как вам эта девочка, нравится ли вам такой контент, продолжать такое снимать или нет. Ну, а я уже буду делать реакцию на второе видео этой офницы мирной Насте Тян. Ой, какой Тян, у меня уже, блин, одни тянки в голове. Алло, Полин, мне нужна твоя помощь. Ну и это видео начинается, опять же, с того, что наша Настя Тян, ой, блин, а Настя мирная, звенит своей подруге Полине. Я это не шарю во всех этих бутиблохерских штучках. Не шаришь? Серьезно, у тебя все лицо в косметике, в смысле не шаришь? Ладно, это, конечно, уже интересно. Я, короче, вчера самый дорогой тональник купила. Да, да, очень хороший, дорогущий, да. Ну, знаете, по тональнику уже видно то, что она его взяла с Валбера за 30 рублей. Ну, тут других объяснений просто нету. Тон подходит, подожди, в смысле тон подходит? А он что, может не подойти? А куда он вообще подойти должен? Ну, насколько я поняла, наша Настенька впервые слышит то, что как бы тон тональника может не подойти под ее цвет кожи, но... Это уже не ее проблема, потому что она про это не знала, все, забыли. Хочешь, что ты мне мозги пудришь, не суть важна, а как этой штукой пользоваться правильно? Интересно, сама купила и сама не знает, как же пользоваться, а сейчас ей как Полинка расскажет. Я надеюсь, что Полинка тоже знает, как им пользоваться, а сейчас понасоветуют ей как. Нанести чуть-чуть на проблемные участки и растушевать. Ладно, ладно, Полинка все-таки оказалась нормальной и дала ей нормальный совет. Привет, смотрим дальше. Чуть-чуть на проблемные участки и растушевать. Вот это вот у нее проблемные участки, серьезно, она столько той тоналки выдавила, что у нее такое чувство, что все лицо это проблемные зоны. Ну вот тут, вот тут, ну вот тут. О, Господи, понятно. Знаете, меня довольно удивило, потому что тональник прям в один-в один, как ее цвет кожи, это просто настолько совпадение, что капец. Тушевать вбивающими движениями. А, типа вот так вот. Типа вот так вот. Про существование спонжиков она, наверное, не знает. Ну, ну шо это такое? Чо-то как-то, да не, нормально. Что я скажу, если у меня спросят? Какая тоналка? На мне нет тоналки. Да ты шо, я эту тоналку даже не заметила. Одна натуральность, капец, а там есть тоналка? Что? Ну, блин, я не верю, это же одна натуральность. Вот такая вот, ребята, у меня получилась реакция на Настю Мирную. Ну, честно, девочка классная. Ну, и я уже тоже буду как бы заканчивать свое видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok